Завершаются работы по строительству нового моста Прозраку-Сош на трассе М-8 Е-95, межа Российской Федерации, Витебск, Гомель, межа Украины. Как ждёт рух автомобильного и грузового транспорта, по им будет открыт 7 листопада. Сегодня на объекте побывали наши корреспонденты. Об том, что старый мост на этой трассе будет закрыт, стало ведомо на начале прошлого года. В начале по им забронили рух грузового транспорта, а с конца жилья – автомобильного. На початку 1980-х у Беларуси побудовали 5 мостов такой конструкции с несущими стальными канатами. И практически усеянные зараз, произнанные аварийными. Новый мост над Соджем практически готовы. По усиляким выпадку основные, самые складанные работы уже завершены. Самая сложная часть, ну тут в принципе всё самое сложное. Это и вылезти из земли, то есть возвести опоры, фундамент сделать. Также это и сборка металлического предостроения, его надвижка. Очень сложно, то есть. И самый сложный процесс – это опускание на опорной части, то есть этого всего моста. Ну, дальше это дело техники. Должение нового моста коля 550 метров. Огульная площадь – омаль 6900 квадратных метров. Для поравнения площадь стандартного футбольного поля крыху больше, как 4000. И таки факт. Для будовництва моста спотребилася 2700 тонн металличных конструкций. Заходячи с развлеков специалистов, он повинен прослужить не меньше, как 100 годов. Открытие для руху транспорту заплановано на 7 листопада. Прошим, размова идя минавита об открытии руху, а не сдачи усяго объекта. Уведение его в эксплуатацию отбудется у 2021 годе. По проекте, яке зараз распрасовывается, необходимо будет разбурыць старый мост и на его месте побудовать новую, больше надзейную конструкцию. Каб завершить запланованное, увызнашенный термин, зараз двойче на тыдень тут проходит по сяджении штаба. Специалисты подводят выники зробленного и удокладняют оперативные планы. Идет устройство гидроизоляции и готовимся к укладке асфальта. Отсыпаются насыпи на подходе к мосту. Планируем пропустить движение 7 ноября. Мост нужно покрасить, это сезонные работы, устроить строеноправляющие дамбы. Это основное, что осталось по мосту сделать. Олег Сенсеров, Ольга Коновалова, Валерия Гопанько, Телерадо, компания «Гомель».